Вот новое страшное слово. Не пугайтесь его, пожалуйста. Логовит строится на основе словотоники, конечно. Логовит, конечно, делается из определенных стоп. Но при этом мы договариваемся с автором, будет такая последовательность. Или такая, или какая-то другая, но одинаково дня. Понятно? Да. Если я нарушен последовательность, во что, мол, Логовит, сорвется? Во что? В ту лигу, скорее всего. Скорее в ту лигу, да? Скорее в ту лигу. Реже, конечно, гораздо летнее. Раз в силу, а в конку, в число. Вот я договорился, что у меня первая стопа будет в Хариме. И она в каждой строчке будет в Хариме. Что вторая стопа будет в Дакте. И она в каждой строчке будет в Дакте. Что дальше будет просто ударение. Дальше будет просто ударение. Дальше будет аннатость. И в каждой строчке аннатость. Дальше будет яв. И в каждой строчке яв. У логоэда есть свои плюсы и минусы. Скажем, очевидный плюс – я все время удерживаю какую-то формулу. Очередный минус – я не могу играть клаунзулами. Я не могу сделать так, чтобы в первой строчке логоэда было зоксиллическое окончание, а во второй – мужское. Правда? Уж я должен выдержать все в целом. Поэтому стати логоэда будет длинной. Понятно почему? У меня есть вопрос. А логоэд, если это отдельно? Логоэд это не система. Нельзя назвать это системой. Это внутри силовой тоники. Я договорился, что будет так. Хочешь – договорился сам с тобой. Хочешь – аж с тобой договорился. Какой у нас будет логоэд? И, внимание, скажем, если у меня есть правильный ям, я выдерживаю всегда правильный ям. Он годится под названием логоэда? Нет. Нет, нет. Почему нет? Потому что ям подгодится под названием ям. В каждой строчке нормальные ямы. Тогда они будут в симметрии. Тогда они будут в симметрии. Уже? Если хотите, будет. Полагаете, правда? Да. А, да, в симметрии. Можно? Ай. Я себе какой-то реальной формы. Дело не в симметрии. Логоэд не обязательно симметричен. Да. Нам тут повезло у звена, да? Что он симметричен, да еще зеркаль. Это, конечно, случайно. Допустим, я договорился, что всегда будет первая стопа хорея, вторая стопа хорея, третья стопа хорея, четвертая стопа хорея. Всегда так. Будет ли это логоэдом? Будет. Это будет одновременно и четырех стопом хорея. Правда? Именно поэтому это не особая система стихосложения. Да? То есть это как бы часть логоэдом? Она может возникнуть в селоготонике. Вот такое интересное явление. Такая интересная форма. Логоэд. Логоэд. На самом деле это песня по смыслу. У меня вопрос. А логоэд можно использовать в тонике или в силобике? В силобике? Давай попробуем в силобике. Сможет, да? В силобике думаю, что нет. Потому что ударение там распределяется как угодно. Правда? В тонике думаю, что тоже нет. Потому что без ударов там распределяется как угодно. Правда? А в силобе то есть? Может быть? А в силобе то есть запросто. Да. Я взял раз стопу, вас стопу, три и так далее. Я рекомбинирую как хочу. Но условие одно, чтобы меня в каждой строчке была одинаковая комбинация. Понятно? То есть Евгений Аликин написал в ГЭДУ. Ничего подобного. В ГЭДУ. Евгений Аликин, конечно, написал четырех столб. Ну да. Там же он повторяется. Он повторяется. Но это и сведений хотя бы в рамках строфы не одинаковое количество слогов. Правда? А в логарице одинаковое количество слогов. Оно не может быть другим. В ГЭДУ. Он повторяется. Чуть-чуть всего. Особенно произошло название слабо-тоник. То есть смесь сила-тоник и тоник. Так как я уже говорила. Ударения получается чередуются. Либо одинаковые. И количество слогов одинаковых строчков. Может не во всех, но в первых строчках. По естественной степени так. Да. То есть лучше всего. Конечно, в логарице приду могут поесть. Конечно, специально. Но если идти в ГЭДУ. Но все строфы древнегреческих поэтов в сущности были в ГЭДУ. Я напоминаю. Древнегреческие поэты не знали сила-тоники. Понятно почему? И тем более сила-тоник. Я Ломоносов придумал. Дело не в том, кто его придумал. Нет. Нет. Но, конечно, древнегреческие поэты мыслили строфами. И вот их строфа отдельно взятая. И это, и это. И у них повторяется строфа, 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 строфа. Помните, в стихе главное повторение, возвращение к чему-то.